Время 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 Аптека «Голубые шары» По сказке Каверина много хороших людей и один завистник Эта история началась в тот вечер, когда Таня Заботкина сидела на корточках подле двери и слушала, о чем говорят мама и доктор Мячик. У папы было больное сердце, это она знала и прежде, но она не знала, что сейчас его может спасти только чудо. Так сказал главный городской врач, а ему нельзя не верить, потому что он главный и городской и никогда не ошибается. По крайней мере, так утверждали его пациенты. Да, и все-таки на вашем месте я попробовал бы заглянуть в аптеку «Голубые шары». Доктор, неужели? Доктор был старенькой, в больших зеленых очках, на его толстом носу была бородавка, он трогал ее и говорил «Дурная привычка». Да, дурная привычка. Ах, Петр Степанович. Ну ладно, ладно, но успокойтесь. На всякий случай я оставлю рецепт. Аптека на пятой улице Медвежьей горы. И доктор ушел, грустно потрогав перед зеркалом в передней свою бородавку. Танин папа художник Заботкин писал портрет жены. И его друзья в один голос утверждали, что этот портрет мог рассказать всю ее жизнь. Каждая морщинка говорила свое. И хотя их было уже довольно много, художнику казалось, что двух-трех все-таки еще не хватает. Ах, сюда бы еще одну маленькую. И сюда. А без трети я уж так и быть обойдусь. И вот теперь, когда она пришла, чтобы пожелать ему спокойной ночи, он заметил, что на ее лице появилась как раз та морщинка, которая была нужна, чтобы закончить портрет. Вот, вот, вот теперь все стало на место. Он не знал, что новая морщинка появилась после разговора с главным врачом. Чтобы закончить портрет жены художника, так называлась картина, нужно было только несколько дней. И оказалось, что именно эти несколько дней прожить совсем нелегко. Я должен, должен закончить портрет. Он работал. А ведь когда работаешь, некогда умирать. Потому что, чтобы умереть, тоже нужно время. Ах, да, эта морщинка чертовски идет тебе. Никогда еще ты не была так красива, а? Ну, что ты. Папа давно уснул. И мама уснула. А Таня все думала и думала. Что это за аптека? Голубые шары. А когда в доме стало так тихо, что даже слышно было, как вздохнула и почесала за ухом кошка, Таня взяла рецепт и отправилась в аптеку голубые шары. Впервые в жизни она шла по улице ночью. На улицах было темно. Скорее темновато. Но нужно пройти весь город. Вот это уже страшно. Скорее страшновато. Таня всегда казала, что даже самое трудное не так уж трудно, если назвать его трудноватым. Вот. И пятая улица Медвежьей горы. Да. А вот видишь, у одного из подъездов с распахнутой Настей дверью такой вид, как будто он говорит, заходите, пожалуйста, а там посмотрим. И именно над этим подъездом горят в окнах Большие голубые шары. Да. А на одном написано, добро пожаловать. А на другом в нашу аптеку. Ну, а теперь входи. Да. И Таня вошла в аптеку. За прилавком стоял маленький, длиноносый, седой человек в потертом зеленом пиджаке. Это аптекарь? Нет, лекарь-аптекарь. Извините, могу я заказать у вас это лекарство? Нет, не можете. А почему? Потому. Ну, потому что до первого июня чудесами распоряжается старший советник по лекарственным травам. Вот если он разрешит, я приготовлю это лекарство. Ну, подожди, я позвоню ему по телефону. Вот так аптека. На полочках бутылки. Большие, маленькие, самые маленькие. В которых едва могла бы поместиться слеза. Фарфоровые белочки присели на задние лапки. Как интересно. Это тоже бутылки. Но для самых редких лекарств. Смотри. На матовом стекле вдоль прилавка вспыхивает и гаснет надпись. Таблетки от трусости. Таблетки от лени. Антиподлин. Антиподлин. Пока Таня раздумывала, что значит это странное слово, дверь открылась и толстый мальчик, пугливо оглядываясь, вошел в аптеку. Здра... Здравствуйте. Петя! Да, 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 да. Это был Петька. Тот самый, с которым Таня познакомилась в пионерском лагере в прошлом году. Но Петька был не похож на себя. Вот в чем дело. Воротник его куртки был поднят, а кепка надвинута до самых ушей. Здравствуй, Петя. Вот хорошо, что мы встретились. Теперь мне будет не так страшно возвращаться домой. А если вам страшно, вы можете купить таблетки от трусости. А мне они вовсе не нужны, потому что я ничего не боюсь. И кроме того, я вовсе не Петя. Нет, нет, нет. Конечно, это был Петя. И, конечно, он пришел, чтобы купить таблетки от трусости. Но ему стало стыдно, когда он увидел Таню. И он притворился, что он вовсе не Петя. Ах ты, глупый мальчишка. Кто я? Тише, тише, лекарь-аптекарь идет. Ну вот я должен огорчить тебя, девочка. Советник не разрешил. У него сегодня это, как его, отвратительное настроение. Тогда, пожалуйста, верните мне мой рецепт. А где он живет, этот советник? Главный городской врач сказал, что моего отца может спасти только чудо. Ради бога, замолчи. У меня больное сердце, мне жаль тебя. А это очень вредно. Надо же, в конце концов, подумать и о себе. Ну, ну, на, на, возьми, возьми рецепт. Он живет на Казихинской 3. Старший советник был человек высокого роста, кудощавый, черноглазый, лет сорока. Глаза у него были беспокойные. И левая ноздря время от времени отвратительно раздувалась. Но ведь и у хороших людей, как известно, бывают плохие привычки. Добрый доктор Мячик трогал же каждую минуту бородавку на своем толстом добром носу. Зато старший советник улыбался. Да-да, и можно было бы назвать эту улыбку добродушной. Даже добродушнейшей. Если бы он не потирал свои длинные белые руки и не втягивал маленькую черную голову в плечи. Боже мой, ваш отец заболел. Какое несчастье. Разве вы его знаете? Ну, еще бы, я прекрасно знаю его. Много лет тому назад мы жили рядом на одном дворе. Каждый день мы купались и очень любили нырять. Интересно, помнит ли он меня? Едва ли. Наверное, помнит. Между прочим, он и теперь еще умеет отлично нырять. Вот как? Ах, мне тоже не здоровится. Кажется, сегодня я опять не усну. Но, скажите, Таня, доктор Мячик предупредил вас, что лекарства должны принять сперва вы, а потом уже он. Я? Да-да-да-да. Но если вы не хотите, нет, я не буду настаивать. Нет-нет. Нет-нет-нет, что вы, я хочу. А, прекрасно. Давайте рецептик. Вот. Да. А лекарства не нужно заказывать. Вот оно. Берите. Таня взяла коробочку, поблагодарила старшего советника и вышла. Какая странная коробка. И сорока на ней нарисована. В коридоре она открыла ее. Там лежали две пилюли. Самые простые. Даже хорошенькие. Она положила одну пилюлю в рот, проглотила ее и тотчас же превратилась в сороку. Кар. Каршат-шат. Каршат-шат. Как же поступил Петька, когда Таня ушла из аптеки Голубые шары? Он поскорее купил таблетки от трусости и побежал за ней Ему стало стыдно, что девочка попросила проводить ее, а он, мужчина, невежливо отказался На Казихинской было темно, район незнакомый Таню он не догнал, потому что останавливался на каждом шагу и хватался за карман, в котором лежали таблетки от трусости Здесь, здесь, на месте, в кармане Дом номер три опасно поблескал под луной Дрожащей рукой он достал из кармана таблетки и проглотил одну Так, теперь вторую, на всякий случай Вот так раз Все изменилось вокруг него в одно мгновение Дом номер три показался ему самым обыкновенным облупившимся домом Кошке он сказал, брысь! А от птицы просто отмахнулся и даже погрозил кулаком Разумеется, он не знал, что птица хотела скрикнуть Помогите мне, я Таня! Увы, теперь она могла только трещать, как сорока Кар-р-р-р-р-р-р-ш-чак Кар-р-р-р-р-р-р-р-р-ш-чак Кар-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-чак Все люди сердятся, когда их будет Рассердился и старший советник Но чем больше он сердился Тем становился вежливее Такая уж у него была натура Опасная, как полагали его сослуживцы Он вышел к Петьке, ласково улыбаясь Здравствуй, мальчик Здорово, дядя Можно было подумать, что старший советник Давно хотел, чтобы этот толстый мальчик Разбудил его отчаянным стуком в дверь В чем дело, мой милый? Да тут к тебе пришла девчонка Передай, что я ее жду Иди-ка сюда, мой милый Сюда, в мой кабинет О, сколько книг Да, в кабинете было много книг 24 собрания сочинений Самых знаменитых писателей Русских и иностранных Книги стояли на полках в красивых переплетах И у них был укоризненный вид Ведь книги сердятся, когда их не читают Ты любишь читать, мой милый? Конечно, и читать, и рассказывать Прекрасно Старшему советнику повезло Он давно искал человека, который прочел бы все 24 собрания сочинений А потом рассказал бы ему вкратце их содержание Он усадил Петьку в удобное кресло, подсунул ему три мушкетера Ух ты! Вот это да! Петька прочел страницу, другую И забыл обо всем на свете Субтитры создавал DimaTorzok Сорока Сорока нервная птица и не живет в городах Но Таня, разумеется, не хотела сулетать из родного города Ведь она еще не потеряла надежду снова превратиться в девочку с косой Переплетенной голубой ленточкой и красиво уложенной вокруг головы Усталая и голодная Таня залетела на бега Здесь жили лошади Они жили в таких прекрасных просторных стойлах Что Таня от всей души пожалела, что старший советник не превратил ее в лошадь Среди них были гордые кони, недавно выступавшие на состязаниях И поэтому находившиеся между собой в дурных отношениях Были молодые, полные надежд, с гордо блестевшими глазами Но Таня залетела в стоило старой доброй лошади Которая таскала вдоль дорожек бочку с водой И получала за это только побои Ну что, девочка, плохи наши дела Откуда вы знаете, что я девочка? И ты узнала бы меня, если бы я была без хвоста Увы, давно ли я жила с папой и мамой на восьмерке на сень? Меня звали Ниночкой А теперь аппетит! Что за нелепое имя! Я очень любила читать, особенно сказки У меня были синие ленточки в гриве Я хочу сказать, в косах Каждое утро я чистила зубы И каждый вечер мыла копыта Я хочу сказать, ноги в горячей воде Я уже начинала немного ржать по-английски Сколько тебе лет? Двенадцать А мне было пятнадцать А для лошади это много Вот почему я действительно старая лошадь У меня болят кости Я плохо вижу А другие лошадь только смеются, когда я говорю, что мне нужны очки Ежеминутно я ломаю руки Я хочу сказать, ноги При одной мысли, что никогда больше не увижу своего маленького, уютного стоила на восьмерке на сень? Вы опять запутались, лошадь Вы хотите сказать в своей маленькой, уютной комнатке, да? Конечно Ох, этот проклятый, великий завистник Я расскажу тебе Простите Прошу вас, не надо Пожалуйста Мне не хочется, чтобы старая лошадь рассказала вам эту историю Вы, наверное, заметили, что она все время сбивалась Один раз она сказала, легалась А между тем речь шла о том, что мама уговаривала ее принять английскую соль В другой раз она повторяла Я ржала И осталось неясным Она громко смеялась Или действительно ржала Словом, лучше я сам расскажу о великом завистнике Лучше для меня и для вас Это началось давно Когда на свете еще не было ни Петьки, ни Тани А были другие мальчики и девочки Хорошие и плохие Два мальчика жили на одном дворе У одного была черная, гладкая, маленькая голова Которую он любил втягивать в плечи А у другого русая А на затылке вихор Однажды они держали пари Кто дольше просидит под водой Они глубоко вдохнули воздух И одновременно спустились на дно Раз, два, три Считали они Четыре, пять, шесть Сердце билось все медленнее Семь, восемь, девять Больше не было сил И они вынурнули на поверхность Первой показалась маленькая, гладкая, черная голова Черный мальчик проиграл пари Потом они выросли И все, что нравилось одному мальчику Не нравилось другому Мальчик с русой головой любил бродить по горам В конце концов он забрался так высоко Что орлы прислали ему золотую медаль А мальчик с черной головой Спускаясь по лестнице Бледнел от страха Потом мальчик с русой головой стал художником И оказалось, что он умеет делать чудеса По крайней мере, так говорили люди, смотревшие на его картины Мальчик с черной головой тоже научился делать чудеса Например, превращать людей в птиц и животных Да, но кому нужны мои чудеса? Он томился тоской Ведь завистники всегда томятся, тоскуют Но чем больше он думал о себе Тем чаще вспоминал тот ясный летний день Когда два мальчика сидели под водой и считали Раз, два, три Тот день, когда он проиграл пари И в его сердце впервые проснула зависть Да, зависть Однажды он увидел, как я ласточкой ныряла в воду И вот превратил меня в лошадь Он завидует всем, кто моложе его На себя я давно махнула рукой Но ты должна надеяться И главное, не привыкай к мысли, что ты сорока Не трещи Девочки быстро привыкают к тому, что они сороки Тем более, что они вообще, как известно, любят трещать И самое главное Постарайся все-таки заказать лекарство в аптеке голубые шары Спасибо, старый добрый лошадь Можешь мне называть вас Ниночкой? Нет уж, брат Куда уж Правда, как девочка, я еще ребенок Но зато, как лошадь, я старый и опытный человек Рецепт остался у великого завистника Эх ты! Впрочем, не беда Я знаю лекаря-аптекаря, он тебе поможет Ночь Таня провела в стойле А утром полетела в аптеку голубые шары Да, лошадь была права Лекарь-аптекарь с первого взгляда понял, что случилось с Таней Не смей говорить, что этот негодяй превратил тебя в сороку Не мучайте меня, у меня больное сердце Дайте мне спокойно умереть Но, по-видимому, ему все-таки не хотелось умирать Потому что он взял с полки бутылку Выпил рюмочку Потом другую Яд Вот это для меня яд Это был коньяк, о котором он любил говорить Это для меня яд Ужасно, ужасно И самое печальное, что я ничего не могу для тебя сделать Ну, решительно ничего Что же мне тут делать? Не возражать Во-первых, до пенсии мне осталось только полгода А во-вторых, ты дочь своего отца А ведь ему-то именно этот негодяй завидует больше всех на свете И подумать только, если бы он просидел под водой Ну, хоть на одну секунду дольше, чем твой отец Они бы вынырнули друзьями Ну, все, что я могу сделать, это посадить тебя на плечо и отправиться к больным Так, на сегодня у меня четыре визита С Казикинской на колыбельник, колыбельник на улице, столовая ложка Со столовой ложки на восьмерки Маленький в потертом зеленом пиджаке В ермолке лихо сдвинутой на ухо лекарь-аптекарь начал свой обход А сорока Таня сидела у него на плече, стараясь не трещать посороче Один сел в калошу, другому соседка въелась в печенку У третьего ушла в пятки душа А попробуй вернуть ее на старое место Каждый раз, выходя от больного, он говорил сороке Еще не придумал Это значило, что он еще не придумал, как ей помочь Наконец, выйдя от одного простодушного парня Который тяжело пострадал, сунув свой нос в чужие дела Он весело закричал Готово, готово, готово Прежде чем рассказать Тане, что он придумал Лекарь-аптекарь вернулся домой Снял ермолку, зеленый пиджак Выпил рюмочку коньяку И сказал с наслаждением Это для меня яд Так, ну, ну, теперь, значит, приступим к делу Великий завистник давным-давно лопнул бы От зависти, если бы не пояс В котором он время от времени застегивает свой тощий живот Ну, ты понимаешь меня, Таня? Не очень Ну, например, вот когда ты сказала, что твой отец до сих пор умеет превосходно нырять Ручаюсь, что великий завистник раздулся бы, как воздушный шар, если бы забыл надеть пояс Вот нужно стащить с него этот пояс и баста Стащить? Ну да, а мы сделаем это Я тебе ручаюсь, что он лопнет, как мыльный пузырь А знаешь ли ты, что произойдет, если он лопнет? Ты снова станешь девочкой, Таня Я приготовлю лекарство по рецепту доктора Мячика И твой отец будет спасен, потому что его может спасти только чудо А старая добрая лошадь вернется к своим родителям И снова будет носить голубые ленточки Не в гриве, нет, а в косичках Кто там? Извините, прошу простить, это я Как живете, старина? Вы не спите? Здравствуйте, я сейчас открою Тебе нужно спрятаться, Таня Сюда идет старший советник Заходите, пожалуйста, заходите Извините, старина, что так поздно что-то не спится, черт побери Да-да-да Решил узнать, как ваши делишки И, кстати, прихватить у вас какую-нибудь микстурку Микстурку, микстурку Чтобы поскорее уснуть Нет ли у вас чего-нибудь новенького, дружище? Новенького 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 Это надо подумать, надо подумать Да Ты думаешь, мне уж так хочется, чтобы этот художник умер? Нет, ничуть Все равно ему уже никогда больше не придется нырять Что касается его чудес, честно скажу, не могу согласиться Я видел его картины Ничего особенного Холст, рама и краски Ну вот, готово Примите Я ручаюсь, что через полчаса вы прекрасно уснете Благодарю вас Возможно, что самое главное произошло именно в эту минуту Великий завистник встал, подтянул брюки И оказалось, что он забыл дома свой пояс Разумеется, он сделал это по возможности незаметно В присутствии подчиненных неудобно подтягивать брюки Но у лекаря-аптекаря был острый глаз И пробормотав Извините, пожалуйста Он торопливо прошел в маленькую комнатку за аптекой Таня Таня, лети к нему Он забыл дома свой пояс Ты помнишь адрес? Да Я постараюсь задержать его Принеси мне пояс Забудь о том, что ты девочка Ты сорока-воровка А Петька? Что делал он в это время? Он читал Некоторые книги он перелистывал Они были холодные Точно на каждой странице лежала тонкая ледяная корка Зато другие Вот это да! От других невозможно было оторваться Однажды, это было как раз в ту ночь Когда Великий завистник отправился в аптеку «Голубые шары» Петька заметил, что он похудел Теперь уж никто не назвал бы его толстым мальчишкой Это ему понравилось Плохо только, что штаны стали падать Он поискал веревочку, не нашел У Великого завистника на спинке кровати висел ремешок Недолго думая, Петька затянулся им И опять принялся за книжку Вдруг кто-то постучал в окно Петька взглянул одним глазком Ничего особенного Сорока И он перевернул страницу Но Стук повторился Открой! Открой! Странно Сорока оговорит человеческим голосом Ну, впрочем, в этом доме лучше не удивляться Открой, ты слышишь? Сиди уже минуту! Петька лениво распахнула окно И швырнул в сороку пустой чернильницей Жаль, не попал Хорош! Не пускает, да еще кидается Дай срок! Влетит тебе от меня, глупый мальчишка! Мне? Да, тебе! Пожалуй, не стоит рассказывать, как они ссорились В конце концов, они принялись искать или мешок Конечно, Петька забыл, что не прошло и часа, как он подтянул им брюки Ведь это случилось между двумя страницами Из которых одна была интереснее другой Они искали долго Нет и нет Зато в письменном столе Таня нашла рецепт доктора Мячика И бережно спрятала его под крылом Не смей говорить, что ты не нашла пояс Все погибло, если ты его не нашла Сороки не плачут, как это доказывают одни ученые Или плачут крайне редко, как это утверждают другие Но Таня еще совсем недавно была девчонкой И нет ничего удивительного в том, что она разревелась Ну не смей, не смей плакать Ты промочишь мне пиджак, я простужусь А мне теперь некогда болеть Таня, Таня, ну не надо Это что еще за мальчишка? Так это я Мальчишка, стоявший у двери с виноватым видом, был Петька И лекарь-аптекарь не хватался бы так часто за сердце Если бы он знал, что на Петьке был ремешок Старенький, потертый ремешок Из обыкновенной кожи Но он этого не знал Здравствуйте Здравствуйте Ну вот, мало с тобой хлопот Теперь еще придется возиться вот с этим трусишкой Оставьте меня в покое, у меня больное сердце Дайте мне спокойно умереть Но, по-видимому, ему все еще не хотелось умирать Потому что он выпил рюмочку коньяку А потом, немножко подумав, вторую Ах, яд Вот это для меня яд Ну, давай сюда рецепт, глупая девчонка Вот старший советник догадается, что рецепт взяла ты И меня, конечно, уволят Если я приготовлю лекарство для твоего отца А мне, понимаешь, до пенсии осталось полгода Ой, боже мой, боже мой Ну, всю эту жизнь я старался не делать ничего хорошего людям И никогда у меня ничего не получалось Ну, никогда И вот, пожалуйста, опять Ну, ладно, ладно Куда не шло, ну, в последний раз Умереть мне на этом месте Если я еще когда-нибудь сделаю хорошим людям Зверям это другое дело Птицам, пожалуйста, но людям Слушай, мальчик Это почему ты так похудел? Ты что, голоден, что ли? Ну, возьми бутерброд Да нет, спасибо, я не хочу Ешь, ешь, я тебе говорю, ешь, подлет Ой, беда мне с вами Ну, что такое? Он ворчал и вздыхал Приготовляя лекарства А потом два раза одобрительно хрюкнул Когда стало ясно, что для Таниного отца Он приготовил не лекарство, а настоящее чудо Плохо было только то, что вместо одного пузырька Он нечаянно приготовил два А за два ему могло попасть ровно вдвое Ну вот, Таня Возьми пузырек Живая вода Вот, да, да Живая вода А второй пузырек мы спрячем Не дай Бог пригодится Ну, счастливого пути Жива! А то я еще передумаю Ох, как вы мне все надоели Ой! Ка-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-рск-с-с-с-с-с-с-с-с-с--с-с-с Живая вода плескалась в пузырьке. Таня крепко сжимала его в своем черном изогнутом клюве. Еще несколько взмахов и дома. Но тут мальчишки, запускавшие на Медвежьей горе змея, заметили ее. Сорока, воровка, гляди, ребята, что-то стащило. Один камень больно ударил Таню в плечо, другой оцарапал ногу, а третий, третий разбил пузырек. Тонкая засверкавшая на солнце нить протянулась между небом и землей. Это пролила живая вода. И там, где она упала, вырос такой красивый сиреневый куст, что ученый-садовод немедленно написал о нем книгу под названием «Чудо на Медвежьей горе». Таня полетела обратно в аптеку. Она помнила, что лекарь-аптекарь приготовил два пузырька живой воды. Какая удача! Но что это? Голубых шаров нет, и на куске картона написано «Хотите, верьте, хотите, нет, аптека закрыта». Почерк был Петькин. Что же значила странная надпись на картоне? «Хотите, верьте, хотите, нет, аптека закрыта». Не стоит ломать себе голову над этой загадкой. Тем более, что нет ничего проще, как разгадать ее. Лекарь-аптекарь испугался, а когда человек пугается, он бежит. Да-да. Нужно сделать вид, что меня нет. А когда человека нет, его нельзя уволить. Потому что нельзя уволить того, кого нет. О, прекрасная мысль. Да, но ведь очень трудно сделать вид, что меня нет, когда я тут, как тут. В своей ермолке, в зеленом пиджаке, с своими порошками-микстурами, в которых никто не может разобраться, кроме меня. Ну, значит, нужно удрать. А куда? И он решил удрать в Мухина, к ученому садоводу, симпатичнейшему человеку, который, как об этом неоднократно сообщали газеты, прекрасно относился к цветам, вообще растениям и некоторым насекомым. Можно было рассчитывать, что столь же хорошо он относится и к некоторым людям, таким, например, как лекарь-аптекарь. И так решено. Он собрался было вызвать такси, но именно в эту минуту трах, и вошла старая лошадь. Ей давно хотелось узнать, заказала ли Таня лекарства. И заодно купить у лекаря-аптекаря очки. Купить, правда, было не на что. Ну, может быть, я сумею оказать ему какую-нибудь услугу. Вот. Кстати-то. Здравствуй. Здравствуй, Ниночка. Надеюсь, ты не очень занята и сможешь отвезти меня к ученому садоводу. Конечно, могу. Да, это был выезд, на который стоило посмотреть. Отправляясь в дорогу, лекарь-аптекарь надел пальто, тоже зеленое. У него была слабость к этому цвету. И сменил ермолку на широкополую шляпу, из-под которой грустно торчал его озабоченный нос. Через плечо он надел дорожную сумку, в которой звенели банки и склянки. Он уселся на передке, чтобы за спиной уютно плескалась вода. И все поглядывал по сторонам, не летит ли сорока. Петька вскарабкался на бочку. Ну, какой же мальчишка откажется прокатиться, если не на роллере, так на бочке с водой? Что касается лошади, о, это был один из лучших дней ее жизни. На ночлег пришлось остановиться в поле. Лекарь-аптекарь завалился на боковую, а Петька стал рассматривать его банки и склянки. Одну бутылку, на которой было написано «Солнечные зайчики» принимать от плохого или даже неважного настроения, он откупорил, чтобы понюхать. И вдруг солнечные зайчики стали выскакивать. Веселые, разноцветные. Одни скользнули в темное ночное небо, другие побежали по дороге, а третьи, прыгая и кувыркаясь, спрятались в траве. А Таня, она и не нашла бы лекаря-аптекаря, если б в поле под Мухином не наткнулась на солнечные зайчики, которые Петька выпустила из бутылки. Они еще прыгали, скользили в траве, прятались друг от друга, заигрались. Ведь они были зайчики, а не взрослые зайцы. Скажите, пожалуйста, зайчики, не видели ли вы лошадь в очках? Конечно, видели! Мы сидели в бутылке. Бутылка лежала в сумке, а сумка висела на плече у лекаря-аптекаря. Лекарь-аптекарь? Лекарь-аптекарь сидел на передке за водовозной бочкой, а бочку тащила. Лошадь в очках? Да-да, лошадь в очках, мы ехали в Мухина и приехали бы, если бы Петька не выпустил нас из бутылки. Выпустил нас из бутылки. Сороки, как известно, летают медленно и даже вообще больше любят ходить, чем летать. Но Таня полетела в Мухина, как ласточка. А быстрее ласточек летают только стрижи. Вот и Мухина, вот и аптека-голубые шары, вот и лекарь-аптекарь. Она опустилась на его плечо и сказала... Стра! А на вствуйте у нее не хватило дыхания. Союз художников объявил, что первого мая откроется выставка работ художника Заботкина. И если до сих пор он все развешивал своей картиной, разумеется, в воображении, то теперь почувствовал себя совсем плохо, перестал. Доктор, доктор, завещаю вам порежет трогать бородавку на вашем толстом носу. В конце концов, это ей надоест, и она сбежит от вас. А без бородавки имейте в виду ни один пациент, вас не узнает. Он еще шутил. Пожалуй, портрет жены художника придется назвать портретом его вдовы. Это тоже была еще шутка. С каждым часом ему становилось все хуже и хуже. Но у него было так много учеников и друзей, что когда смерть вошла в комнату, она должна была проталкиваться сквозь толпун, чтобы добраться до его постели. Друзья расступались неохотно. И она опоздала, потому что в это время черно-белая птица с раздвоенным длинным хвостом мелькнула за окнами, и в открытую форточку влетел пузырек, на котором было написано «Живая вода». Танин папа выпил ложку живой воды, вторую, третью, и смерть отступила. И так все было бы хорошо, если бы в последних известиях не сообщили о том, что в Мухине неожиданно открылась аптека. Ой, что теперь будет? Что же здесь плохого, скажете вы? И почему так расстроился лекарь-аптекарь? Он расстроился, потому что в последние известия слушает решительно все. А диктор сказал, что аптека оборудована всем необходимым, и в том числе голубыми шарами. А если шарами, стало быть, великий завистник догадается, или уже догадался, где искать лекаря-аптекаря, Петьку и старую лошадь. Самолеты в Мухина не ходят, а нужно было спешить. И великий завистник вытащил из чулана сапоги-скороходы. Они валялись среди старого хлама много лет, но механизм еще действовал. Между тем он мог не торопиться, потому что ни лекарь-аптекарь, ни печка, ни тем более старая лошадь не собирались бежать. Правда, когда диктор по радио в последних известиях сказал оборудовано голубыми шарами, лекарь-аптекарь, схвативши за голову, крикнул Петьке, запрягай! И принялся укладывать банки и склянки. Но, выйдя во двор, в своем длинном зеленом пальто с сумкой на боку, в шляпе, из-под которой озабоченно торчал его озабоченный нос, он увидел, что Петька, сняв в себя ремешок, подвязывает его к упряжи вместо лопнувшей уздечки. Откуда у тебя этот ремешок? А что? Нет, я тебя спрашиваю, откуда? Ну, видите ли, в чем дело, дядя-аптекарь. Я его взял, ну, там, знаете, на Казихинской 3. И ты молчал, глупый мальчишка. Ты носил этот ремешок и молчал. Видите ли, дяденька, он просто валялся. То есть он висел на спинке кровати. Ну, и я подумал... Молчи! Теперь он в наших руках. Теперь они в моих руках, думал, вытягивая губы в страшную длинную трубочку великой завистник. До Мухина осталось всего полкилометра, и он снял сапоги, чтобы не перешагнуть маленький город. Мрачный, втянув черную голову в плечи, он появился неожиданно перед аптекой голубые шары. Но лекарь-аптекарь все-таки успел придумать интересный план. Закрыть все окна и молчать. А когда он подойдет поближе, выставит плакат. У нас все прекрасно. А когда подойдет еще поближе, второй плакат. Мы превосходно спим. Еще поближе, третий. У художника Заботкина успех. Еще поближе. У нас все хорошо, а у вас плохо. Петька выставил в окно первый плакат. Ну и что же, очень рад, и у меня все прекрасно. Петька выставил второй плакат. Мы превосходно спим. И великий завистник слегка побледнел. Как известно, превосходно спят те, у кого чистая совесть. А уж чистой-то совесть, и во всяком случае, позавидовать стоит. Петька выставил третий плакат. А мне что за дело? Кстати, хотелось бы поговорить с тобой, лекарь-аптекарь. Как ты? Вообще, как делишки? Что, у Заботкина успех? Да, да, успех. Надо читать газеты. За портрет жены он получил большую золотую медаль. Пройдет тысяча лет, а люди все еще будут смотреть на его картину. А, кстати, он и не думал умирать. Вот как. Да, да, а вчера купался. Вот, ныряет, как рыба. Что, завидно? Ничуть. Ваши чудеса никому не нужны. У нас есть свои, почище. Да, все к лучшему. Вы о спутниках слышали? Что, завидно? Хе-хе, потолстел негодяй. Подожди, ты еще не такое услышишь. И он действительно потолстел. Пиджак уже трещал по всем швам. От жилета отлетели пуговицы. Посреди двора стоял толстяк на тонких ногах. С маленькой, втянутой в плечи головой. Ох, пояс, верните мне, пояс. А я разрезал твой пояс большими портнажными ножницами на мелкие кусочки. Не верю, я не лопну, не лопну. Он хотел уничтожить их взглядом, но сил уже не было. И только дверь, на которую он взглянул, с грохотом сорвалась с петель. Ну, а дальше все пошло так, как предсказал лекарь-аптекарь. Старая добрая лошадь сразу же превратилась в симпатичную добрую девочку. Правда, с конским хвостом на голове. Но это было даже кстати, потому что вскоре выяснилось, что многие ее подруги по классу носят точно такой же лошадиный хвостик. Таня... Но о том, что случилось с Таней, нужно рассказать немного подробнее. В ту минуту, когда в далеком Мухине великий завистник лопнул от зависти, и все его чудеса потеряли силу, перед папой и мамой появилась Таня, одетая и причёсанная точно так же, как в ту ночь, когда она отправилась в аптеку голубые шары. А сороки стучались в окна их квартиры. Их было так много, что один местный любитель природы даже написал об этом в газету. Его особенно поразило, что улетая, они покачивали крыльями, как самолёты. Он не знал, что они прощались с Таней. Шокерак! Это значило, будьте счастливы. Шокерак, Маргольф, отвечали сороки. Это значило, до свидания, мы тебя не забудем. Так или иначе, всё кончается хорошо. А ведь это самое главное, не правда ли? Особенно, если всё начинается плохо. Субтитры создавал DimaTorzok